Шумилинский район отзнашил 75-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. 23 червя 1944 года началась наступальная операция «Багратион». И первым уходе ее проведения был вызволенный поселок Шумилина. С нагоды юбилейной даты тут прошли урочистости. На святе радости и смутку побывала Инна Кирыенкова. Для Шумилинцев 23 червяня – особливый день, до которого они ставятся с тропятанием и любовью. С ранку люди вышли на центральную площадь уродного поселка, ка принять удел в сетковании двух знаменальных дат – 75-е годы вызволения от немецко-фашистских захопников и 95-е годовина с дня утворения Шумилинского района. Основные веки истории нагадал его керавник Олег Быков, зазначивший, что Великая Чинная война покинула самый страшный след. Невосполнимые людские и материальные потери понес район. Каждый третий житель не вернулся с войны. Полностью уничтожено 133 деревни, 8 вместе с жителями. Святочную программу продолжили выступления духового оркестра и бойцов 103-й особной мобильной бригады. Потом усилдельники свята накировались до воинского похования, что в центре поселка. За его вызволение 106 бойцов Червоной армии отрымали звание Героя Советского Союза. З их 13 знайшли вечный спочин на Шумилинской земле. Командир вышел из строя, и мой дед взял команды на себя и освободили деревню Карташин. Вот моя была цель увидеть те места, которые прошел боевой путь мой дед. Я надеюсь, что это моя не последняя поездка. Прожудостные годы военного лихолеття, не человеческая боль и пакутая, так само великую силу мыцеринской любови, якая ратавала житти, давала надзеи и усиляла веру. Про это рассказали школьники у постановцы реквеме, которые зладили яны для воинского похования. Юнаки и хлопчики узгадали некоторые факты известки тех часов, которые стали вядомыми совсем недавно. По одним цифрам, которые мы оперировали все эти годы, при освобождении Шумилина погибло порядка 8 тысяч бойцов и офицеров. А уже вот сегодня последняя цифра 11 600. Конечно, появляются новые имена, новые фамилии. И очень приятно, что из года в год родственники тех, кого мы сегодня находим, узнаем имена, фамилии, приезжают. Шумилинцы шануют память своих героев, постоянно наведывают памятные мястины и отдают Данину Паваги загинувшим. Этот праздник очень трогателен, потому что здесь люди погибли, дали нам хорошую, счастливую жизнь. Вот его папа тоже воевал. Каждый год вот сюда приходим и возлагаем цветы в память о своих и о всех погибших. Святкование дня вызволения продолжили концертные выступления самодейных артистов. До речи у гостей до шумилинцев завитали творшие коллективы с соседних районов в области. Тут же у центра поселка ладилися народные гуляния с детячими забавами. Так само працавала выстава «Кермаш», народных умельцев и маестров. Инна Кириенкова, Леонид Табола, Новины, Шумилина.